В регионе активно ведется работа по привлечению инвесторов для строительства и ремонта возобновляемых источников энергии. Все работы ведутся в рамках программы «Тариф в обменное инвестиции». Инвесторы будут привлечены во всех сферах производства энергии. Это и электро, и газотеплоснабжение, а также водоотведение в области. Какими будут тарифы и как будет осуществляться окупаемость, узнавал наш корреспондент. Объекты ВИА реализуются за счет инвестиций. После проведения аукциона заключается договор на приобретение электрической энергии по установленному тарифу. Инвестиции окупаются за счет продажи электрической энергии. В целом, до 2025 года планируется реализация еще 12 проектов возобновляемых источников энергии. Общей мощностью более 77 мегаватт, стоимостью порядка 146 миллиардов тенге и созданием 120 рабочих мест. Реализация всех этих проектов позволит к 2025 году увеличить долю производства энергии из возобновляемых источников в структуре собственного производства до 21%. В настоящее время внесены соответствующие изменения действующие законодательства естественных монополий по изменению тарифов в связи с изменением инвестиционной программы, изменением заработной платы и по принятию на баланс бесхозных сетей. Четыре субъекта, они внесли изменения дополнительной суммы инвестиций. Если на примере Кунай-Суар-Насе, то дополнительная сумма инвестиций составила порядка 450 миллионов, из которых 300 миллионов идет инвестиций за счет бюджетных средств и за счет собственных средств порядка 142 миллионов. 91% домов жителей города Конайф обеспечены канализационными сетями. Канализационные очистные сооружения города построены в 1968 году. Их износ на сегодня составляет уже 85%. Участники брифинга отметили, что на этот момент для недопущения и предупреждения чрезвычайных ситуаций в будущем проводятся работы по проведению реконструкции канализационно-очистных сооружений города Конайф в рамках государственного частного партнерства. Ориентировочный срок реализации проекта – два года. Наша основная задача – остановить безосновательный рост тарифов. У нас есть базовые субъекты, как Конайф-Суарнаса, Талгарсу, Конайф-Су. Система водоснабжения Конайф-Су достигла износа 80%. Для ремонта и реконструкции этих сетей государством предусмотрено 342 миллиона бюджетных средств. Более 130 миллионов тенге – это инвестиционные средства. Из этой суммы предусмотрен ремонт сетей и водопроводов Талгарсу. Отметим, что в области из 384 населенных пунктов 124 газифицированы за счет частных инвесторов. Средняя цена на тариф на сегодняшний день составляет 32 тенге за кубический метр газа. Предполагается, что в результате полного обеспечения природным газом экология области улучшится на 46%. Айсу Жандосова, Амина Кудайберген, телеканал ЖТСУ, Кунаев.